Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях и ключевых триггерах, оказывающих влияние на динамику финансовых инструментов. Сегодня у нас традиционно две встречи. Это текущий брифинг, также пройдет вебинар в 17.00 по московскому времени, правильный понедельник, где мы крупными мазками еще обсудим основные тенденции. Если, друзья, среди у вас есть долгосрочно ориентированные трейдеры, поэтому найдите несколько минут вашего времени и подключайтесь сегодня к прямому эфиру. Также, друзья, не забывайте подписываться на наш канал Амаркет, оставлять ваши комментарии в секции с комментариями и, безусловно, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, неделя начинается с следующего новостного фонда. Это взаимное закрытие консульств США и Китая. Мы, кстати, об этом говорили в конце прошлой недели. Но, судя по тому, как сейчас трейдеры ведут себя в плане спроса на защиту, тем отношение США и Китая все-таки остается значимой в формировании рыночных настроений. Ее мы, друзья, игнорировать не будем. Мы по-прежнему говорим о последствиях пандемии коронавируса. Причем это последствия не того формата, когда пандемия уже отступила и сейчас речь идет о некотором даже восстановлении. Нет, пандемия, она сохраняется, друзья. Поэтому очень трудно сейчас оценивать перспективу мирового экономического роста и роста региональных экономик. Ну и плюс ко всему, если мы посмотрим на текущие тенденции, в данном случае на рынке Форекс преобладает один тренд. Это тотальное ослабление доллара. Эта неделя очень важна, потому что впереди заседание Федрезерва и на этой неделе, я думаю, что ближе к ее концу, мы ждем прорыва между республиканцами и демократами в Конгрессе по вопросу новых фискальных мер. Почему это важно сейчас? Потому что текущая неделя, по сути, последняя, прежде чем полностью закончится фонд для выплаты повышенных пособий по безработице для американских граждан. Я повторяю, друзья, то, что тема, это очень важна еще и потому, что считается, если республиканцы и демократы не придут к компромиссу по расширению новых фискальных стимулов, то буквально с 1 августа экономическая активность в Штатах снова пойдет на спад. Безусловно, перед выборами Трамп вряд ли позволит сложиться такой ситуации, при которой и без того, не показывающий достойных, собственно, индикаторов экономического роста экономики, для нее появились какие-то искусственные тормоза. Поэтому, скорее всего, решение будет. Но если мы подразумеваем именно еще один пакет на 1 триллион долларов или даже больше, друзья, мы должны изначально исходить из того, что доллар в связи с этим окажется под еще большим давлением. Ну что же, давайте тогда начнем прямо сегодня с американской валюты. 93,91 – это то, что мы наблюдаем по индексу американского доллара. Цель, друзья, еще ниже. Я бы не сказал то, что мы вовремя перевернулись, но все-таки сделали это неплохо. В частности, ожидания, потому что индекс доллара будет снижаться. Они как раз опираются на то, что мы ждем сразу двух новых пакетов финансовой помощи и от Федрезерва, который представит новую конкретику по процентным ставкам и по программе количественного смягчения. И, безусловно, мы ждем как раз вот этой согласованной новой программой экстренной помощи для американской экономики от властей США. Я очень много, друзья, говорил, рассказывал о том, почему, собственно, для доллара это является самым важным моментом в определении его долгосрочных перспектив, потому что чем больше ликвидности сейчас будет вливаться в американскую экономику, тем больше риска инфляции, тем выше и серьезнее увереннее ожидания последующей девальвации американской валюты. Если бы доллар сегодня у нас трактовался, расценился как защитный инструмент, мы бы, пожалуй, этот фон игнорировали, но уже также давно пришли к выводу, что доллар это не такая уж и хорошая защита сейчас, потому что у доллара были основания для роста на основании, точнее, по причине отношений США и Китая и ситуации с коронавирусом в Штатах, но доллар, собственно, на этом не рос. Поэтому мы сейчас закладываемся под ожидание стимулов и того, что это будет достойной базой для дальнейшего снижения. Доходность американских облигаций – реальные показатели доходности на отрицательных значениях. И, опять же, я предлагаю именно с ориентиром на реальную ставку по американским трежерисам сейчас зайти еще и на золото, которое, друзья, обновило исторический максимум. В принципе, хай, который мы видели, 1944, рукой подать до 2000 долларов за тройскую унцию раньше. Было даже смешно для многих из вас, друзья, допускать, что золото может оказаться настолько дорогим. Но сейчас реальность такова, что мы смотрим, я думаю, не только мы, не только на планку 2000, может быть, даже и повыше. Если вам интересно, я рекомендую поискать на просторах интернета прогнозы от крупнейших инвестбанков. Там будут ожидания и посмелее. Короче, до 2000 мы точно доберемся. Доллар-иена, друзья, у нас была цель долгосрочная 106. Она, в принципе, уже достигнута. Сейчас курс котировки 105-60. То есть из этого дуэта финансовых инструментов я рекомендую выйти. Черное золото, 43-24, это по бренду с лагом временным. Но мы стали отрабатывать фундамент, располагающий к продажам. Это запасы нефти, которые, помните, получается статистика двухнедельной давности, они выросли. Я обращал особо ваше внимание на показатели нефтедобычи в Штатах. Он также увеличился на 100 тысяч баррелей. Сейчас в Штатах добывают 11,1 миллион баррелей в сутки. Почему делаю акцент на этот именно показатель? Потому что 2,5 месяца объем нефтедобычи в США держался на уровне 10,5 миллионов баррелей. И после вот, ну, относительно недавно начал расти. Статистика Бейкер-Хьюз по количеству нефтяных терминалов. Друзья, тут рост, долгожданный рост со 180. Мы сейчас видим 181 активную нефтяную платформу. Это значит то, что рынок для сланцевого бизнеса, для сланцевых производителей, более-менее сейчас находится на тех значениях, при которых этот бизнес, собственно, приносит прибыль и является рентабельным. Да, конечно же, о сверхприбыли сейчас говорить еще очень рано, но сам факт того, что количество платформ увеличилось впервые с марта этого года, явно указывает, друзья, то, что в ближайшее время на рынке появится еще одна угроза. Это рост предложения со стороны американских производителей. В то же время, несмотря на такой складывающийся, идеальный для продаж фундамент, друзья, я думаю, что будет еще заход выше 45 долларов за баррель. Поэтому на собственный страх и риск. Если считаете, что уже не будет локального перехая, тогда нужно шортить. Если думаете и согласны со мной, что рынок может показать еще один выпад наверх, то лучше подождать, прежде чем открывать новые позиции. Евро против доллара 1.17.01. Обновляем многолетний максимум. Это уже с максимума сентября 2018 года. Все это резонанс согласованного фонда финансовой помощи. О нем мы говорили очень много, поэтому серьезное топливо фундаментальное. Вот на этом евро, как ракета, и летит. Держим длинные позиции. Цель 1.18. Фунт против доллара 1.28.39. Здесь, друзья, у меня шорты. И, пожалуй, это в оставшемся портфеле самая неудачная сейчас сделка. Хотя я остаюсь предан фундаменту ожидания того, что новости по Брекзиту могут развернуть британскую валюту. И не забывайте, что между евро и фунтом не всегда довольно высокая корреляция. Обычно они могут даже показывать абсолютно разностороннюю динамику. Короче, здесь в качестве бремени я сохраню фунт в своем портфеле и буду ждать как раз распродажи. Еще сделка доллар-канадец. Друзья, сейчас котировки 1.33.79. Но если рынок нефти будет валиться дальше, то можно попробовать отыграть слабость нефтянки через длинные позиции по доллару-канадцу. Например, можно присмотреться к сделке buy-stop с уровня 1.34. На этом все. Большое всем спасибо за внимание. Всем пока.